В этом видео речь пойдет о новых исследованиях пищевой соды и о том, почему мы можем использовать ее против старения. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Отдельное спасибо всем, кто ставит лайки и пишет простые слова благодарности в комментариях. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это полезное видео, и мы начнем. Итак, напомню вам, что в настоящее время считается, что возрастные изменения у человека развиваются из-за хронических системных воспалительных процессов. С течением времени, по мере взросления, у человека накапливаются стареющие клетки. Это происходит либо из-за внешних воздействий, либо в результате запрограммированных генетических механизмов, либо в результате сложившихся обстоятельств. В организме человека накапливается определенное количество клеток, которые не только не умирают, но и не выполняют свои функции полноценно. Эти стареющие клетки не только бесполезны для нас, но и вырабатывают определенные факторы, которые повреждают рядом лежащие клетки, заставляя их также стареть. Эти факторы называются факторами старения. Таким образом, накапливается определенная критическая масса стареющих клеток в организме, и организм начинает воспринимать их как чужеродное вещество. В организме есть клетки, которые называются моноциты. Они постепенно выходят из сосудистого русла и ищут врагов во всех органах и тканях. Такие моноциты называются макрофагами и присутствуют практически везде – в печени, селезенке, стенках сосудов, в головном мозге, в коже, в кишечнике и везде, где присутствует иммунная система. Макрофаги обнаруживают стареющие клетки и начинают активизироваться, выделяя интерлейкины – вещества, которые способны привлекать другие клетки иммунной системы для помощи макрофагам. Самые важные воспалительные факторы – это тумарникротический фактор альфа, ТНФ, интерлейкин, 1-бета и интерлейкин-6. Благодаря выделению этих интерлейкинов вместо скопления стареющих или поврежденных клеток притягиваются другие клетки иммунной системы, такие как нитрофейные лейкоциты и Т-лимфоциты. Эти клетки начинают выделять факторы, которые разрушают клетки. В конечном итоге стареющие клетки погибают и в результате их гибели выделяются вещества, которые еще больше усиливают воспалительный ответ. Макрофаги мигрируют к этим местам, еще сильнее вырабатывают ТНФ и интерлейкины, что продлевает и усиливает воспаление. Этот процесс становится механизмом порочного круга, где собственный организм начинает повреждать свои ткани, а выделяющиеся продукты распада продолжают провоцировать воспалительные процессы. Это приводит к целому ряду патологических изменений, таких как нейродегенеративные заболевания, например, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, онкологические заболевания, поражение сердечно-сосудистой системы, атеросклеротические бляшки и аневризмы, ухудшение функции почек, воспаление суставов, артриты и артрозы и активизацию аутоиммунных процессов. По такому принципу начинают развиваться, или, другими словами, проявляться ревматоидный артрит, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, а также различные аутоиммунные заболевания нервной системы. Хроническое системное воспаление, помимо всего прочего, подавляет функцию терегуляторных клеток. Терегуляторные клетки – это лимфоциты, которые тормозят излишне активный иммунный ответ. Если функция терегуляторных клеток ослабевает, то у человека начинают прогрессировать аллергии и аутоиммунные заболевания. Таким образом, хроническое системное воспаление запускает цепь патологических изменений, которые рано или поздно разрушают здоровье человека и в конечном итоге приводят его к смерти. В настоящее время усилия врачей сосредоточены на уменьшении явления хронического системного воспаления. В первую очередь, это касается образа жизни и диеты. Существует видео о том, что необходимо употреблять в пищу для уменьшения процессов хронического воспаления. Также наблюдается популярная тенденция сокращения количества углеводов, так как углеводы могут провоцировать системное хроническое воспаление в организме. Ожирение также является одним из участников хронического системного воспаления. Жировые клетки, так называемый висцеральный жир, служат отличным местом для активизации макрофагов, которые, в свою очередь, выделяют провоспалительные цитокины. Поэтому сейчас активно борются с избыточным количеством жира, углеводами и разрабатывают препараты, блокирующие факторы хронического системного воспаления. Прежде всего, препараты против некротического фактора альфа широко используются для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, псориаз. Блокаторы интерлейкинов также применяются для снижения хронического системного воспаления и лечения людей с аутоиммунными заболеваниями. Оказывается, уменьшить количество провоспалительных цитокинов, таких как альфа-ТНФ, интерлейкины-6 и интерлейкин-1-бета, можно приемом обычной соды. В 2018 году в журнале Journal of Magic была опубликована работа, демонстрирующая, что прием 2 граммов соды в день способствует снижению воспалительной активности макрофагов и увеличению активности терегуляторных клеток. Эти клетки, как известно, тормозят активность аутоиммунных процессов. После приема соды макрофаги перестали вырабатывать провоспалительные цитокины, что явно проявилось в снижении уровня альфа-ТНФ, интерлейкинов-6 и интерлейкина-1-бета. Почему же это стало возможным? Оказывается, при приеме соды происходит взаимодействие с соляной кислотой, что приводит к образованию простой соли, углекислого газа и воды. Сода не может всосаться в неизмененном виде в кровь в достаточном количестве, чтобы оказать какое-либо влияние на pH. Даже теоретически нельзя говорить о сдвиге pH в крови при приеме 2 граммов соды, исключая возможность значительного воздействия, которое, разумеется, требовало бы значительно большего количества. Сода реагирует с соляной кислотой, связывая ионы водорода, которые имеют положительный заряд, и превращая их в воду. Этот процесс нейтрализует кислоту. Однако, что происходит со стенкой желудка? Стенка желудка содержит клетки, которые вырабатывают соляную кислоту. Когда ионы водорода нейтрализуются с помощью соды, клетки стенки желудка поляризуются. Поскольку они отдали положительный заряд в виде протона H+, они получают отрицательный заряд. Этот отрицательный заряд вызывает поляризацию стенки желудка. Клетки мезотелина, которые покрывают внешнюю сторону желудка и внутренние части тела, как, например, селезенка, также подвергаются поляризации. Эти клетки могут проводить заряд на другие клетки, в том числе клетки, покрывающие капсулу селезенки. Капсула селезенки подвергается поляризации и передает этот заряд сигналам клеткам в селезенке, таким как макрофаги и антирегуляторные клетки. Это приводит к тому, что макрофаги, изначально воспалительные клетки, становятся противовоспалительными. Трегуляторные клетки активизируются, и их количество и активность увеличиваются. Это подавление избыточных воспалительных процессов. Уникальность этой работы заключается не только в способности небольших количеств соды вызывать антивоспалительный эффект, но также в том, что показано, что клетки мезотилина, выстилающие брюшную полость, способны проводить электрические сигналы аналогично клеткам нервной системы. Для борьбы со старением, согласно данным этого исследования, рекомендуется принимать 2 грамма соды. Это соответствует половине чайной ложки соды без горки. Участники исследования принимали соду, растворяя 2 грамма в стакане воды, 250 миллилитров, и медленно употребляли. Не было явного указания, принимали ли они соду натощак, но логика подсказывает, что употребление натощак может ускорить реакцию между содой и соляной кислотой в желудке. Принимать 2 грамма соды постепенно натощак может серьезно помочь в преодолении хронического системного воспаления. Это, в свою очередь, может отодвинуть проявление старения и связанных с ним болезней. Важно отметить, что 2 грамма соды не представляют опасности для здоровья и в худшем случае могут вызвать легкий дискомфорт в желудке. Помните, что рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok